друзья всем привет меня зовут елена и вы на моем вязательном канале сегодня у меня очередное видео совместного проекта заберу в копилочку и я попробую сегодня связать жаккардовый узор я очень люблю вывязывать жаккарды ленивые жаккарды и обычные то есть мне это нравится сидеть колупаться петель когда и хочу попробовать очень незамысловато но интересно на мой взгляд узор посмотрим что из этого получится узор будет выглядеть вот таким образом так идею я взяла на просторах интернета кому нужно скрин делайте в пинтересте я взяла данный узор и пожалуйста кому нужно вяжите сами по схеме если вы это умеете делать итак приступим я набрала обычным способом 8 петель кратные восьмера парт и первый ряд первый установочный ряд я провязала просто изнаночными петлями чтобы был красивый вот такой вот интересный наборный ряд дальше вяжем 1 петля у нас кромочная я кромочные также сделала вела до дальше у нас идет одна петля лиц лицевая вот этим цветом и мы вводим тут же буквально вводим новый цвет провязала я одну лицевую голубым цветом дальше у меня идет по рисунку две петли у меня это бежевый цвет я вижу без наперстка поэтому вижу вот таким образом первый ряд он может быть не очень-то удобным так вторая петля тоже бежевым цветом подтянем немножечко петли дальше вяжем до конца голубым цветом до конца голубым цветом я просто меняю чередую то сверху то снизу петли подхватываю до бежевый цвет подтягиваю чтобы он там не не зацеплялся сильно так мне нужно чтобы голубой цвет перекручивал бежевый цвет как неудобно снимать на камеру я постараюсь и изнаночная также вижу голубым цветом кромочную петлю я снимаю дальше у меня идет 4 голубым 4 изнаночные петли голубым цветом я живу я сюда протягиваю как же неудобно оказывается ничего от 2 3 4 дальше у меня идет 1 бежевая изнаночные до провязываем дальше у меня идет две голубые 2 голубые петли и 1 бежевая 1 кромочная провяжу я голубой так закончили с вами вязать второй ряд третий ряд вяжем таким образом 4 петли в нас голубые кромочные мы снимаем 4 петли голубые 1 2 3 4 4 без живую просто подтягиваем дальше у нас идет одна бежевая и до конца ряда так 3 ряд 2 голубые одна бежевая и голубой четвертый ряд мы вяжем таким образом кромочную мы снимаем 1 голубая 1 бежевая 1 голубая 2 1 бежевая 2 голубые 1 голубая так 1 бежевая 1 голубая кромочную провяжу голубой вот такие вот протяжки получаются не очень как бы я такие допускаю что они не будут цепляться сильно вот что получается у нас с лицевой стороны пятый ряд вяжем кромочную я снимаю 1 голубая 5 бежевых свяжу так чтобы голубую обвить 1 2 3 4 5 2 голубые 1 2 кромочная также я провяжу голубой дальше вяжем мы с вами шестой ряд от кромочную просто снимаем 3 голубые 1 2 3 дальше вяжем 3 бежевым 1 2 3 бежевым дальше вяжем 2 2 걸убым кежевую ниточку можно убрать чтоб не мешалось и кромочная также у меня голубым цветом и мой ряд вяжем таким образом кромочную снимаем 5 голубых 1 2 3 4 руки убегают из кадров 5 2 бежевыми бежевым 12 1 голубая и кромочная вот что получается с изнанки вот как восьмой ряд вяжем таким образом 1 кромочная мы ее просто снимаем дальше вяжем одну бежевую и 2 голубой дальше 1 у нас идет бежевая до конца ряда все будут голубые до конца ряда все голубые кромочные тоже голубым цветом так с лица уже вот что получается 9 ряд вяжем таким образом одну кромочную снимаем 1 петля бежевым 2 петли голубым 1 2 дальше 1 петля бежевым можно и так подхватывать сверху кому как удобно у кого как пряжа лежит в общем жаккард вяжут я видела девочки совсем все по-разному поэтому приноравливайтесь к своему методу вязания да дальше вяжем все голубые петли 1 2 3 4 и кромочная также у меня идет голубым что получается пока 10 ряд вяжем таким образом кромочную снимаем 2 голубые дальше вводим так бежевый цвет одну бежевую изнаночной дальше 2 голубые ниточки подтягиваем чтобы они вам потом дырочек не образовали 2 голубые 1 бежевая 1 голубая одна бежевая кромочную провяжу голубым цветом и также ниточки маленько подтягиваю изнанка получается вот так лицо вот так маленечко видно что ниточки еще не разглажены где-то может быть неудобно вязать не я стягивала но это потом разровняется после стирки как правило разравнивается к следующий ряд вяжем таким образом 2 кромочную снимаем 2 бежевые так 3 голубые 1 2 3 3 бежевые 1 2 3 и кромочная голубой последний ряд вяжем таким образом кромочную я снимаю дальше у нас идут 2 2 бежевым цветом 2 петли бежевым цветом 5 голубым 1 2 3 4 5 и 1 бежевым цветом кромочная я вижу голубым цветом вот такой вот узор в итоге у нас получается вот так он выглядит с изнанки вот тут можно было мне зацепить на я не стала этого делать можно было перекрутить две петельки чтобы не было такого большого такой большой протяжки с лица получается вот так вот не очень-то почему-то видно я думаю что разровняются петельки после стирки и важный момент обязательно учитывайте что у вас пряжа должна быть либо одинаковая по метражу либо одной фирмы иначе у вас просто будет жаккард некрасивый стянутый либо либо слишком широкий вот так у меня получается такие волны в итоге и будет видно эти волны так так когда будет большое полотно конечно лучше будет видно данные волны вот вот что у меня получилось в итоге я хотела использовать данный же карт на вязание носочков поэтому возможно я воспользуюсь данным мастер-классом и сама все всем спасибо приятного просмотра пока 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 поэтому пока